Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и появилась рулетка на стерву. Да, выложили рулеточку на СТРВК. Это коллекционная десятка, довольно-таки неплохой тяжелый танк, но не имба в руках обычных игроков. Для статистов, для супер подкованных, машинам то, что надо. Абсолютно честный обзор на СТРВК на канале есть и обязательно добавлю ссылочку в описании. Зайдите, посмотрите перед тем, как крутить рулетку. Что касается стоимости рулетки. 13 прокрутов вам обойдутся в 15 890. И если за 13 прокрутов вы машину эту заберете себе, то можно считать, что забрали ее практически на халяву. 14 прокрутов и вы потратите 20 140. 15 прокрутов вы потратили 25 640. Ну и если вы прокрутили на все сто данную рулетку, то 29 390. Короче говоря, ребят, за тридцатку вы получаете себе СТРВК и шанс что-нибудь достать из этих контейнеров. Ну, кроме того, заберете ненужное 3 раза по 100 тысяч серебром. Ну и, я бы сказал, абсолютно ненужный анимированный аватар. Вот такая вот правда в отношении стоимости данной рулетки. А теперь давайте будем ее крутить. Я очень сильно надеюсь, что СТРВК все-таки мне выпадет. Я даже готов продать несколько коллекционок для того, чтобы все-таки эту машину себе в коллекцию забрать. Забираем X10. В принципе, неплохой старт. Я думал, что выпадет сейчас серебро, но меня пощадили. Хотя я не думаю, что я отсюда уйду без серебра. Уж точно я не заберу СТРВК до того, как заберу всю серу. Черный ящик. Сразу будем все открывать. Посмотрим, что из чего выпадает. Ну и в любом случае, так или иначе, соточка. Ну окей, хорошо. Так или иначе, ребят, машину из ангара мы выкатим. Я либо, либо все-таки психаную и открою рулетку на все 100, либо я, в конце концов, перейду на пресс-аккаунт и официально для вас СТРВК выгоню из ангара, для того, чтобы вы своими глазами увидели, на что эта машина способна. Руками среднестатистического простого игрока. Я не киберспортсмен, я не статист. Именно поэтому в моих руках СТРВК, ну, не им будет. Да и плюс к тому, после обновления X10.3, там по данной машине есть огромное количество вопросов. Блин, не забрали. Точнее, не открыли черный ящик. Ну да бог с ним. Вернемся к этому вопросу чуть позже. Крутим дальше. Пока вроде бы недалеко ушел и не особо там что-то жирно мне падает. Как я говорил, серебро валится прям, как говорится, как с куста. Ну, давай. Я очень хочу забрать данную машину себе, не продавая коллекционку. Если у меня получится слить всю свою голду, но все-таки забрать эту десятку, я буду безумно счастлив. Держу пальцы крестиком. И, в принципе, остался только анимированный аватар, который может меня расстроить. А все остальное, в принципе, меня расстроить не должно. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. Ну, давай. Не будет ничего. Окей, а сколько у меня талисманов? Всего лишь 7 из 15. Вот так вот, ребят. Едем дальше. 1150. Крутим, крутим. Пока ухожу в минус, причем в существенный. Ничего годного пока я себе не забрал. Собери их все. И собери их все. Явно ничего не будет. Одни из самых нефартовых контейнеров в нашей игре. Не особо там что-то выпадает из них. А, там 3 их было. Ё-моё. Чё ж такое? Чё такое? Я так хочу себе из СТРВК забрать, что невнимательность проявляю. Вот теперь пооткрываем контейнеры. Еще раз они выпали. Итак, из этого талисман. Из этого. Но. Вау! Вау-вау-вау! М4Ё! У меня его нет, ребят, на этом аккаунте. Слушайте, это классно. Я, получается, в любом случае, даже если я теперь кручу рулетку на полную, а я уж теперь точно воодушевленный собираюсь ее на полную крутить, то тогда получается, что за 29.390 я забрал себе потенциально две тачки. Я забрал себе потенциально СТРВК и я забрал себе Ё. Ну, почему бы и нет, как говорится. Да, может быть, немножко дороговато, но в любом случае, стерва в голом состоянии стоит своих 20 тысяч, как ни крути. А с учетом того, что здесь еще и есть возможности, у меня точно будет, забрать себе легендарный внешний вид, то, понятное дело, можно расценивать, как в составе комплекта. Я думаю, что СТРВК в составе комплекта за 25 продавать будут. Ну, а значит, мне восьмерка досталась, я бы сказал, за, ну, скажем, 4400. По-моему, очень даже выгодно. Поэтому однозначно иду ва-банк, буду продавать коллекционки, потом их выкуплю. Но СТРВК теперь уж точно мне имеет смысл забрать. Талисман европейского танка, всего лишь один из 30. Открываем второй. Если сейчас еще один танк выпадет, я вообще со стула грохнусь. Нет, не будет ничего. Просто забираю еще один талисман. Что у нас получается? У меня остается 2815 и вот есть еще прокруты. Ну, в любом случае, в любом случае продаем коллекционку, продам объекта, потому что на нем, нет, наверное, АМХ-30Б. Потому что на АМХ-30Б я играю меньше всего. Итак, продаем. Где тут у нас продажа? Получаю своих 7500. Тачку продали. Бабло в казну. И давайте крутить дальше. 10000 у меня сейчас есть на счету. Иду ва-банк, забираю. Забираю в любом случае СТРВК. Вопрос в том, когда я его заберу. На 13-м прокруте? На 14-м? Или все-таки придется дойти аж до конца и прям на полную прокрутить? Ну, давай, СТРВК. Уже бог с ним, с легендарным внешним видом. Не нужен он мне. Европейский контейнер. Два. Открываем два европейских контейнера, ребята. Так, и приближаемся к моменту барабанной дроби. Барабанная дробь. Но я думаю, что не сильно она мне поможет. Потому что явно сейчас мне выпадет анимированный аватар. Проджета 46. Какая прелесть, ребят. Жаль. Жаль, что за Проджету здесь явно будет компенсация в серебре. Было бы, конечно, неплохо, чтобы все-таки компенсация была в голде. Да фиг там. Нет такой компенсации. Так, не хватает мне. Ладно. Хорошо. Намек ясен. Продаем объект от 260. Я в любом случае заберу его. Заберу этот СТРВК. И вопрос в том, насколько вам нужен СТРВК. И что вы готовы отдать за него. Я вот сейчас отдал две коллекционки. Да, с потенциальной возможностью их себе вернуть. Но, сами понимаете, эту голду еще как-то накопить надо. Я ее собираю просмотрами видеороликов рекламных. Поэтому, друзья, если у вас есть возможность поддержать канал в его развитии, то подкиньте, подкиньте какой-нибудь подарочек. Я вам буду очень благодарен. Ну, все. Сейчас будет явно аватар. И, соответственно, я забираю машину себе только за стоимость, вот, полную, скажем так. За полную стоимость прокрутов. Так, что у нас есть еще из того, что не жалко, чем можно временно пожертвовать? Что мы получим за этого, товарища? Я ценники, честно говоря, на все машины не помню. Так, продать пять тысяч. Ну, окей, хорошо. Продаем за пятерку. Того три коллекционки, ребят, я сейчас продал. Ну, и, соответственно, сейчас забираю себе СТРВК. Ну, и обязательно выкатим его из ангара. Нечего тут уже дальше смотреть. Сейчас просто мне, типа, бац. И, пожалуйста, вот твой ГСН, желаемый тобою СТРВ. Вот такая вот, ребят, рулетка. И, как показала практика моего прокрута данной рулетки, мне пришлось продать три коллекционных танка, слить полностью всю голду со своей копилки, для того, чтобы СТРВК забрать на последнем прокруте. Короче говоря, отдать за него все, что есть. Перепрыгиваем на пресс-аккаунт, для того, чтобы не тратить время на настройку машины. Ну, и там его, соответственно, обкатаем. Итак, друзья мои, пресс-аккаунт СТРВК. Здесь он полностью настроен. В легендарном внешнем виде установлено все оборудование. В общем, все необходимое для того, чтобы взять машину и выкатить из ангара. Как я уже сказал, абсолютно честный обзор на данный танк на канале есть. Ссылка в описании. Заходите, смотрите за цен брони и сравнение с другими машинами. Что касается ТТХ, то, что кратенько и бегло обсудим. Неплохой угол склонения орудия вниз, минус 9. С учетом того, что довольно неплохо забронирована башня в целом, то играть очень приятно. Плюс к тому, комфортно на каких-то неровностях. Шикарное время сведения менее 3 секунд. Обалденный разброс в 0.321. Хороший ДПМ в 3283. Я бы сказал, просто умопомрачительно быстрое КД в 6,4 секунды. С плохим пробитием 252. Почему с плохим? Потому что, ну, все-таки порой очень сильно не хватает. Хотя я играю не на калиброванных снарядах, но почему-то конкретно на стерве 252 мне кажется малым пробитием. Но, по большей части, хватает, если приловчиться. 350 единиц урона. Кто-то скажет, что немного, но я не соглашусь, потому что, с учетом того, что вы стреляете, в принципе, как средний танк, 6,4 секунды от выстрела к выстрелу, то в целом 350 единиц урона за один выстрел, это вполне себе даже аргументированный показатель. Ну что, ребят, берем машину и погнали ее тестить. Ну что, поехали. Попытаемся что-то сделать. С нами, вот, пожалуйста, супертестер, который тестит БЗ-75. Данная тачка мне тоже была предоставлена. Сейчас на ней катаюсь. И как только машина официально появится в игре, вы будете первыми, кто увидит обзор на нее абсолютно честный, с заценом брони, со сравнением с другими тачками. В общем, все как обычно. Если хотите это не пропустить, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Смотрите только честные обзоры от честного автора на канале, где вас никто никогда не обманет. Ну и поверьте мне, обзор на новые машины появляется на канале через буквально пару, пару минут после того, как машина официально вводится в игру. Грубо говоря, 2-3 минуты. Ну что, хочется подъехать поближе, а с другой стороны и не хочется. Что я могу сказать от себя? Стоит быть готовым к тому, что данная тачка не является забронированной. Играть на ней стоит в первую очередь не как на тяжелом танке, а скорее как на среднем танке с больших размеров. Корпус картонный в большинстве своем, башня вроде бы неплохо забронирована, но тоже далеко не имба в этом отношении. Короче говоря, ребят, вот то, чем вас действительно наградили в этой игре, это шикарным, просто шикарным орудием в отношении скорострельности, в отношении точности, в отношении времени сведения. В этом стерве действительно не откажешь. Именно поэтому стерву не любят видеть в рядах соперников ваши соперники. Ну и, соответственно, вы тоже явно, когда встречаете данную машину в игре, то не хотите с ней встречаться нос к носу, потому что тачка действительно умеет разбирать и делает это катастрофически быстро. Буквально доли секунды не хватило для того, чтобы закинуть в нижний бронелист товарищу. Так, кто тут у нас спрячется и спит? Получи, распишись. Не знаю, ребят, скажу откровенно, за 29400, с учетом того, что я получил себе два танка, потенциально, если бы проги у меня не было, то получил бы еще дополнительную прогу, а так получил компенсацию за нее, то в целом, ребят, я доволен. Что касается машины. Ну, как вы видите, самостоятельно выстоять против нескольких соперников, особенно если заехали с кормы, на стерве сложновато. Хотя, довольно-таки скорострельная зараза, но в то же время, как я говорил, не имба. А может и имба, но просто немножко в другом разрезе. Так или иначе, вырезать ничего не собираюсь. Я показываю все таким, какой оно есть на самом деле, и вы будете по моим видео понимать, как в ваших руках будет играться машина. И не верьте тем видео, на каналах, на которых вы постоянно видите только победы с какими-то умопомрачительными результатами. Да, видосы получаются красивые, но я не считаю, что подобный формат является информативным. Что касается нашей результативности, а то, что у нас поражение, мне кажется, не главное. Главное, что мы смогли сделать за этот бой. В отношении фарма, ребят, это не фармер. Вы не будете находиться в минусе, если не будете постоянно использовать голду, но и зарабатывать серебро на этой машине тоже не получится. Это коллекционка 10 уровня, и все-таки фармить надо на 8-м левеле, там, где все гораздо поярче в отношении фарма серебрянки. Что касается нашей результативности, то целых 3400 единиц урона, и это потенциально могла быть победа, если бы команда сыграла немножко по-другому. Я не говорю о том, что я перекладываю всю вину на команду, или когда-нибудь было такое, чтобы я кого-то обвинял из своих союзников, ну, кроме ситуации, когда они действительно из принципа тебя подпирают и мешают тебе играть. В данном бою такого не было, просто бой так сложился, и просто получилось так, что команда вытянуть не смогла. Ну, как вы видите, четверо ребят с крайне низким количеством урона, нанесенного по результатам боя. Как я сказал, потенциально это могла быть победа, и стерва действительно от боя к бою делает шикарный вклад в том, чтобы у вас именно победа засветилась по окончанию вашего сражения. Вот такое вот открытие рулетки, и я абсолютно не жалею, что слил голду туда. Обидно, правда, что на новогодний аукцион я буду заходить с полностью голой задницей. Ну, как есть. Я побежал снимать специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.